У человека есть два психических состояния. Одно состояние я называю озером, а другое — рекой. Это условно так. Но вы потом поймёте, что так оно и есть. Допустим, мама узнала, что её ребёнок заболел. Она может начать волноваться по этому поводу или не будет волноваться. Одно из двух. Когда её озеро счастья хватает в её сердце, чтобы психически справиться с ребёнком, психически именно, то она не будет волноваться. А если её озеро счастья не хватает, то она начинает волноваться. И само по себе поведение такое является неправильным. Почему? Потому что когда человек в состоянии озера находится, он очень быстро теряет силы. Человек должен находиться в состоянии реки. Состояние реки означает, что человек не опирается на себя или не беспокоится. Мы обычно беспокоимся, означает, опирается на себя человек. Вот если человек чувствует опасность по отношению к каким-то близким людям, он начинает думать о Боге или о добрых друзьях, что одно и то же. Потому что когда человек думает о добрых друзьях, тоже Бог через них начинает действовать. Человек думает о природе, когда с любовью тоже энергия Бога действует. Когда человек думает о Боге и славит Его через икону, через имя Бога, через Священное Писание, думает о Боге, то в это время энергия Бога заходит в него, и человек должен отдавать эту энергию не ребёнку своему, потому что в этот момент включается «я озеро», то есть «я помогаю». А надо отдавать назад Богу или людям. Я желаю всем счастья. А ребёнку будет помогать Бог в это время, потому что он знает, что нам нужно. И таким образом, когда духовная энергия будет действовать на ребёнка, то получается, что через ваше сердце идёт река, а ребёнок находится в сердце. И воды этой реки омывают его, и ему становится легче. Вы при этом сами о нём не думаете. Если вы о нём думаете, то река останавливается, начинает действовать ваше озеро, то есть вы своими силами им помогаете. А если вы думаете о Боге и славите Бога или желаете счастья другим людям, то в этом случае через вас течёт река, которая омывает ребёнка, и ему становится легче. Завтра на ретрите вы почувствуете эту реку. Мы с вами когда будем повторять, я желаю всем счастья, включим духовную музыку. Вы почувствуете, как это действует. У вас появится Знание, те, кто никогда этого не чувствовал. Но в целом надо понять, что в трудный период жизни, когда наступает тяжёлый период жизни, то реально выживают только те люди, которые кому-то нужны. Вот когда человек просто живёт ради своих интересов, он ему гасит жизнь. Нужно жить для кого-то. Человек, если живёт для себя, он не может выжить в плохой период. Плохие периоды жизни характеризуются знаками. Вот, допустим, в ведах описано, что в плохой период может затмение солнца, там луны человек заметил, или он погровый рассвет такой, он спотыкается на дороге. Вот. Грязь вокруг, темнота, он в темноте идёт, ничего не видит. Это тоже знаки плохие судьбы, что что-то плохое может наступить. Ну, то есть такие знаки часто в жизни наступают. И люди обычно, если они живут для кого-то, они как думают, я не могу позволить себе умереть, со мной ничего плохого не будет, потому что я должна поднять ребёнка, или я должна заботиться о близких людях, или должен. И тогда человек выживает. Включается энергия Бога, потому что в это время он не опирается на свои силы, он просит защиты неосознанно. Потому что он знает, что ему нужно помогать. И когда человек просит защиты, она сразу же приходит. Человек не опирается на себя. Но когда человеку нет для кого жить, он не может просить защиты. она им незачем, не нужна. Поэтому здесь только один способ вытащить себя из тяжёлого периода — это перестать думать о себе. Допустим, человека кто-то бросил, муж, допустим, бросил, женщина попадает в депрессию, она уже спать не может, ей плохо становится. Как ей выйти из этого состояния? Есть только один способ. Это начать помогать людям в беде. Искать их и им помогать. Несмотря на то, что ты сам в беде. Перестать думать о себе, помогать другим в это время. И вам станет легче. Вы пробовали так? Кто пробовал подниметелю? Это смелые люди. Кто поднял руку, это значит, что они не скупые. Потому что скупые люди начинают ныть, ныкать и просить улучшения, облегчения. Но только смелый человек может победить судьбу. Нужно учиться быть смелым.